Судно, первоначально носившее имя Ройстар, постройки 1971 года, нынешнее название князь Владимир получило не случайно. С именем князя связано множество исторических мест на Черноморском побережье, вдоль которого и проходит маршрут. После проведенной модернизации это плавучий отель, оборудованный бассейнами, ресторанами, кинотеатром, концертной площадкой, спа-зоной. В первую очередь мы занимались вопросами безопасности и навигации. На судне мы полностью заменили систему радионавигации, систему безопасности, систему для безопасного мореплавания, потому что это в первую очередь было необходимо и по требованиям регистра, которого мы предъявляли судно, но и сами мы должны предоставлять услуги безопасные. Перед первой круизной навигацией лайнер прошел тестовый рейс без пассажиров. Князь Владимир – первый теплоход такого размера в России, больше 140 метров в длину. На борту судна могут разместиться 800 пассажиров и 250 членов экипажа. Для самых маленьких туристов есть отдельные игровые комнаты с ежедневной анимационной программой. Существует 300 номеров здесь на борту, 300 кают разного класса. На три звезды у нас вполне класс соответствует и по питанию, и по проживанию. Стоимость недельного круиза от 25 тысяч рублей и сумма может меняться в зависимости от сезона и класса каюты. К слову, переходы из порта в порт будут проводиться в ночное время – день для отдыха и знакомства с городами. В этих круизах у нас большую скорость давать не будем, переходы маленькие. В зависимости от перехода от 6 до 14 узлов у нас будет обеспечена скорость. Успокоители, качки на борту есть для комфорта пассажиров. Это выдвигаются из теплохода крылья под воду, и они в зависимости от качки ее качают. На данный момент у нас на сегодняшний день 239 человек, и мы дозагружаемся, это процент у нас сегодняшний день составляет 40%. И мы дозагружаемся в каждом порту, уже у нас дозагрузка идет где-то по 60-50 человек. Лайнер сможет эффективно работать на Черноморской линии с конца апреля до середины октября. А его первые пассажиры в ожидании подъема на борт девятипалубного судна. Смотрел круиз по Байкалу и высветился круиз по Черному морю. То, что там Владимир Владимирович обещал когда-то, я вспомнил, вот и решился все-таки попробовать. Интересно, конечно, любопытно посмотреть, потому что много говорят, а когда сам увидишь своими глазами, намного интереснее. Каждое воскресенье князь Владимир будет отправляться из порта курортной столицы. В понедельник он будет на Российске, затем Ялта и Севастополь. После чего напрямую круизный лайнер будет возвращаться в порт Сочи. Туристы смогут присоединиться к круизу в любом из городов. Ожидается, что в ближайшее время в списке остановок появится Стамбул.